Все хорошо, хорошо. Добрый день, дорогие партнеры. Как вы меня слышите? Как видите? Видите ли вы презентацию? Если да, пожалуйста, поставьте. Добрый день, Маркутчан. Айгерим. Отлично. Ну, значит, потихонечку собираемся. Я думаю, многие из вас уже подготовили вопросы, потому что спикеры у нас сегодня очень интересные. Это человек, который знает об ароматах очень много чего. И она была в самом Париже, в городе, в столице парфюмерии. Об этом, я думаю, она расскажет сама. Ну что ж, начинаем, дорогие партнеры. И хочу вас пригласить к вам. Прошу встретить, да, плюсиками, лайками, да, в нашем чате, как это здесь принято, партнера бренда «Рифлэн Тургестан» Лилию Кутуеву. Сегодня она нам раскроет очень интересную тему ароматы, потому что каталог номер 11 у нас очень богат на ароматы, да? У нас каждый каталог богат на ароматы, да, можно в каждом каталоге делать вебинары. Ну вот сегодня... Добрый день, Лилия. Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо, что приняли наше приглашение, что уделили время для нас. Слово вам. Я отвечаю. Пожалуйста, я время... Час должна уложиться или побольше у меня есть времени? Час, да? Да. Все, хорошо. Тогда я пойду в темпе. У нас очень, правда, насыщенная программа. Я очень люблю ароматы. Уже местные признали меня, что я эксперт в ароматах, Арифлейм, потому что в 2008 году у меня сложилась такая ситуация, такое счастье произошло в моей жизни. Я выиграла директорский конкурс в Арифлейме и оказалась во Франции. Нас привезли в Прованс, столицу мировой парфюмерии, город Грасс, и нам показали производство парфюма от начала. То есть мы собирали жасмин, то есть от сбора сырья прикоснулись до разговора с парфюмером. Вот вместе с нами был всемирно известный парфюмер Бернар Алина, который делал для нас Энигму, а для Диора, например, делал Фаренгейт. Потом он делал Би Ди Лиши для Лангкок и делал Ангел и Демон. Есть такой знаменитый аромат. Такой очень признанный парфюмер в этом мире. И он нам рассказывал вообще о производстве парфюма, учил даже это все делать. У нас был такой парфюмерный класс. И даже нам дали дипломы, на которых написано, что мы парфюмеры. Но на самом деле, конечно, все это несерьезно, потому что на парфюмера надо учиться очень-очень долго. Он тоже нам об этом рассказывал. И мы были на фабрике, той самой фабрике, где производится парфюм. То есть по технологии тоже кое-что узнали. Это вот внутри фабрики я показываю картинки. А потом, с 2008 года, эта тема так плотно вошла в мою жизнь, очень заинтересовала. Я считаю, что влияние парфюмов на психологию, на наши взаимоотношения, вообще на нашу жизнь огромно. И это нельзя не учитывать. И здорово, если вы будете знать на эту тему побольше. А я вот приняла участие после этого в мастер-классе в московского парфюмера Веронике Бруховецкой. И эту тему плотно изучаю, каждый раз что-то добавляю в свои презентации, систематизирую знания и, конечно, с удовольствием делюсь. Мне очень приятно, что меня пригласили, и я для вас рассказываю. На самом деле, рецепт успеха для того, чтобы работать с этой категорией, иметь хорошие продажи по парфюмам, он довольно-таки простой. Желательно полюбить. То есть когда вы встретите тот парфюм, который вызовет у вас такие чувства, похожие на влюбленность, вам на самом деле не будет нужна ни моя презентация, ни моя информация. Вы сможете об этом парфюме, когда вы влюблены, рассказывать так, у вас будут так блестеть глаза, что у вас, конечно же, будут его заказывать. Но не всегда это получается. Не всегда мы быстро встречаем тот парфюм, который нас покоряет. И тогда остается вот одно – гордиться. То есть гордиться и второе – разбираться. Если вы разбираетесь, если вы можете клиенту подобрать то, о чем он просит, и у вас есть внутри ощущение, что вы работаете с продукцией премиум-класса, то однозначно у вас будут заказы. То есть рецепт успеха состоит из двух пунктов. И для того, чтобы вот эта гордость у вас была больше, для того, чтобы у вас были основания гордиться, я приведу вам три факта. Возможно, вы их слышали. Но я их по-своему раскладываю. Вот Reflame – третья по объему производства ароматов компании, больше, чем Dior. Заметьте, на самом деле неважно, третья по объему, вторая по объему, пятая по объему. Почему неважно? Потому что компания Reflame не заявлялась как парфюмерная компания. То есть далеко не парфюмерная, вы знаете наш ассортимент, то есть чего там только нет. И при этом, что компания не заявлена как парфюмерная, она держит лидерские позиции. О чем это говорит? О том, что мы продаем на самом деле очень много ароматов. Очень много. И слово «продаем» – оно ключевое. Люди же не берут это бесплатно. Компания же не выливает парфюм, который произвела, просто на землю. Люди голосуют кошельком. Люди отдают деньги за эти ароматы. Поэтому вот третья компания по объему. И это говорит нам о чем? Что нас очень любят. То есть мы пользуемся популярностью. Да, мы модные, модные, мы в тренде. Вот об этом говорит этот факт. И это подтверждают именно люди. То есть они готовы отдавать за это деньги. Это серьезный факт гордости. Независимо от того, на каком месте мы будем находиться. Почему получается у нас держать эти объемы? Почему получается занимать лидерские места в производстве и создании парфюма? Потому что мы сотрудничаем с лучшими парфюмерами. Сейчас эта информация перестала быть секретной. И обычно при запуске нового парфюма компания вот говорит, называет фамилию. Я вот буквально четыре назову. Фабрис Пилигрин. Это Морис Руссель. Это Оливер Кресп. Это Бернара Лина. Ну, женщины, да, с нами сотрудничают. Натали Лорсен, например. И вот показаны парфюмы, которые они производили для других компаний. И вот в конце парфюмы, которые они создавали для компании Арифлейм. Это же круто, да. То есть это не кто-то где-то наливает, развивает. Это вот прям художники, причем такого очень высокого класса, создают для нас шедевры. Есть компании, которые разливают парфюмы по номерам, да. И однозначно они не могут заявить, что с нами работают лучшие парфюмеры. Потому что как раз-таки это у них такая ситуация, что где-то там в подсобном помещении делается розлив. А у нас все серьезно. И как говорил Бернар Лина нам на лекции, он объяснял так. Понимаете, говорит, я же не могу сделать для Диор классно, а для Арифлейм спустя рукава. Потому что везде стоит мое имя. А мое имя для меня самое дорогое. То есть я очень ценю свою репутацию. И поэтому я стараюсь создать шедевр и для Диора, и для Арифлейма. Как у Пикассо. То есть у него и детские рисунки миллион, и взрослые картины миллион. Так и вот парфюмеры. Поэтому то, что с нами сотрудничают самые лучшие, говорит о том, что у нас парфюм прям очень высокого класса. И третий факт в связи с этим, это то, что ежегодно наши парфюмы забирают призовые места. Есть такой парфюмерный Оскар, называется FIVA Evers, каждый год проводится, где по различным номинациям вручаются вот призы. И не было такого года, по-моему, когда наша компания не получила бы приз. Вот последняя у нас идет за магнетиста. А это вот то, что у нас получали парфюмы. Это конкурс такой, где собираются парфюмеры мира, и вот они оценивают по каким-то своим критериям вот эти ароматы. Но это же круто, когда нас оценивают не только люди, не только они рублем голосуют, нас оценивают профессионалы. Нас оценивают конкуренты. Да, и отдают голоса за наши парфюмы. Это просто здорово. Вот такие три факта гордости. Это прям факты. Можете брать на вооружение и рассказывать об этом клиентам. Ну, во всяком случае, вам нужно об этом знать. А каталог 11, он интересен тем, что тут с самого начала запускается акция. Вы берете парфюм Mr. Giordani Aqua, и у вас разрешение взять по очень годной цене Miss Giordani Intense. И я всех призываю не пропустить эту акцию. Если уж берете мужской аромат, обязательно взять женский. Mr. Giordani Aqua – это аромат, который интересен тем, что в нем очень много свежих морских нот. На самом деле, как сказать, абсолют, то есть парфюмерного масла морской воды не существует. Ну, просто потому что это вода. Для того, чтобы создать вот этот запах морской воды, вот эту свежесть морскую, используются совершенно другие ноты. Вот в данном случае древесные. А когда есть древесная нота, она дает стойкость аромату с одной стороны. А с другой стороны, она подчеркивает такой, знаете, стержень внутри мужчины. То есть это аромат, ну, такого не юного такого парня, да, которому там лет 20. Это аромат серьезного мужчины. Но свежесть говорит о том, что это человек подвижный, это человек склонный к общению, то есть открытый к общению. И чем еще здоровские вот свежие морские и водные ароматы, тем, что, ну, в наших странах постоянно жара. И когда жарко, нужно хоть какой-то намек на прохладу, ну, хотя бы аромат. И вот мистер Джордани Аква именно такой. Вот. А мистер Джордани Интенс – это вот парочка. И парные ароматы чем хороши? Тем, что когда они находятся рядом, они создают третий гармоничный аромат. И, то есть, если пара хочет подчеркнуть, что мы не случайно тут рядом стоим вместе, сейчас уже мода такая пошла, да, немножко одежду подбирать в цветах одинаковых, это можно подчеркнуть и ароматами. Вот тогда получается, что мужчине мистер Джордани Аква, а женщине мист Джордани Интенс. А мист Джордани Интенс – это, этот аромат интересен тем, что его создавал очень хороший парфюмер, очень такой мастеровитый Натали Лорсон. И Натали Лорсон смогла сочетать здесь очень разные ноты. Нироли, гордыня, мускус, мускус. И аромат получился таким разноплановым и многослойным. То есть, он на каждой коже будет звучать по-разному. И более того, он даже на одной и той же коже, он будет давать вот разное звучание. И поэтому вы будете производить разные впечатления с этим ароматом на окружающих. Ну-ка, для кого-то фея, волшебница такая, для кого-то муза, вдохновляющая, кому-то ведьмы покажетесь. Вот, и если вы хотите вот такую разноплановость в характере показывать, то мист Джордани Интенс очень даже кстати. Аромат подчеркивает, что женщина, выбирающая его, она любит сама себя, потому что в ней любви много, рядом находиться не просто безопасно, а интересно и здорово, потому что вот эта любовь из нее плещется. Вот такие характеристики у аромата мист Джордани Интенс. Так, я слишком поторопилась, начала быстро говорить. На самом деле, хотела рассказать побольше теории. Дело в том, что когда создаются ароматы, создатель, парфюмер, он учитывает очень много факторов. И ему дают задания, ни в коем случае не введенот. Никто никогда не смеет парфюмеру давать задание там, что возьмите обязательно не роли, возьмите гордению. Так с парфюмером не разговаривают. Ему дают конкретную картинку, что вот именно для этой женщины нужно создать аромат. И он уже пытается эту женщину описать определенными нотами. И один из первых критериев в этой картинке – это идет возраст. Потому что в зависимости от того, какой возраст, ну, во-первых, разный гормональный фон. Во-вторых, разные интересы у людей. Да, у женщины в 15 лет, у девушки в 15 лет, у девушки в 25 лет и у женщины в 45 лет. Мы будем говорить про одно и то же, но интересы в жизни будут абсолютно разные. И ароматы по этой причине она будет выбирать абсолютно разные. И еще по поводу ароматов. Очень часто, очень часто люди, консультанты не работают с этой категорией, потому что, ну, один-два раза столкнуться с негативом, кто-то рядом скажет, что аромат нестойкий, что он плохо держался. Да, и, ну, закрывается, закрывается сердце, и уже не хочется вот этот негатив слушать. И люди отказываются от этой категории, серьезной, в которой очень много, очень много номинований, которая могла бы давать хорошие баллы и хорошую прибыль. Вот по стойкости сразу скажу, что стойкость очень серьезно зависит от запаха кожи. Мы очень разные, и запах, который производит наша кожа, который мы сами не слышим от себя, он абсолютно разный. Открою маленький секрет. Женщины смуглые, у которых кожа более такая, да, которая легко принимает загар, которая, ну, смуглая кожа, она пахнет более сладко, чем кожа, которая белая кожа. И поэтому, когда кожа пахнет более сладко, парфюм, который наносится, более свежий, например, пожалуйста, морской, пожалуйста, освежающий, да, он на этой коже быстрее уходит, потому что разрушается собственным сладким запахом. И да, получается эта ситуация, что на подружке, которая блондинка с белой кожей, этот аромат на следующий день слышно, а на другой, которая брюнетка, яркая брюнетка, через 10 минут не слышно. И дело ведь не в аромате. И это не только наших ароматов касается, это касается французских ароматов. И я клиентам говорю, вы в Дьюти Фри тоже можете взять, ну, люди подчеркивают свой статус, значимость, говорят, да, мы в Дьюти Фри покупаем. Я говорю, и в Дьюти Фри вы можете ошибиться. Очень серьезно ошибиться, потому что времени очень мало, потому что аромат желательно нанести, через 10 минут себя послушать, а потом через 20 минут меня послушать. И вот если аромат держится, и он вам нравится, через 10, через 20 минут, все, это гарантия, что он будет держаться на вас долго, если вы его слышите и вам нравится. А ведь так может быть, что в аромате раскрываются ноты сердца, и все, как бы, это не тот запах, который тебя устроит. Так тоже бывает. Второй момент с ароматами, да, почему плохо, история с ароматами, да, вот как раз-таки разные впечатления. Парфюмеры объясняли, что мы работаем не ради того, что в бутылочке, мы работаем ради того запаха, который создается, когда вы парфюм наносите на кожу. В этом искусство парфюмера. И это вот что получится, на самом деле не знает никто. И что получится, насколько вот этот результат устроит клиента, который купил этот аромат, ну, это очень интересует парфюмера, они очень в этом заинтересованы. Ну, а толком никто не знает, поэтому, конечно же, ароматы нужно пробовать. И я призываю всех лидеров, участников бизнес-класса, у которых есть возможность там брать ароматы с 50-процентной скидкой, обязательно это делать. Потому что то, что в пробнике, то, что компания предлагает нам в пробнике, я не знаю, знали, знаете вы или не знаете, зависла или не зависла. Если не зависла, поставьте плюсики, я буду дальше рассказывать. Не зависла. В пробнике, который предлагает нам компания, находится не сам аромат, вот тот, который в бутылочке. В пробнике находится имитация. Имитация, причем первых нот. Для того, чтобы люди могли понюхать, ну, то есть за небольшую сумму взяли пробник и немножко представить, это так или не так будет пахнуть. Но это не тот самый настоящий аромат, который находится в бутылочке за 50 мл. И поэтому желательно-желательно своим клиентам на кожу наносить. И у меня очень большая коллекция, не стала сюда размещать эту фотографию. То есть я беру практически все ароматы, которые выпускает компания, и обязательно наношу всем на кожу, консультантам, клиентам. И бывают ситуации, когда люди, женщины, да, говорят, ой, нет, мне не надо, я там своим там, мне ваш не нужен, он мне там смешается. Я всегда соглашаюсь, говорю, да-да-да, и я делаю в воздухе вот это все, шики. И ухожу. Как бы я знаю, что если аромат классный, если он покорил сердце, то, о чем я говорила в первом пункте, человек меня найдет. Обязательно найдет. Ароматы так устроены. Их не случайно называют волшебством, не случайно у них мистический характер. Человек отдаст любые деньги для того, чтобы оказаться в том состоянии, который дает аромат. Поэтому, да, вот так раз-раз и ушла. А шлейф остается. И тоже иногда это показатель, когда через два часа зашли в комнату, пахнет там, да, потом к вечеру зашли, пахнет, да, это тоже показатель такой хороший для аромата. Поэтому вживую, вживую как бы стараюсь. Но компания делает максимально, чтобы нам было удобно работать. Там парфюмированные страницы, это тоже хорошо. И всегда очень повышает продажи, да. Особенно на новинке, когда страница парфюмирована, люди лучше все-таки покупают. То есть, ну, потому что, ну, не все имеют возможность попробовать аромат вживую. Но лучше все-таки, да, пробовать вживую. И я очень люблю продавать ароматы мужчинам. У меня больше покупают мужских ароматов, потому что когда-то давно я решила, что мужчины у нас недолюбленные, мужчины очень стеснительные. Как-то я вникла в эту тему, что они тоже, они покупают, кстати, ароматы только с одной целью. Если женщина там с разными целями, то у мужчин одна цель. Он хочет нравиться женщинам. Да, и они очень в этом стесняются признаться. И они очень, как сказать, боятся ошибиться. То есть они не могут угадать женщин, что им нужно. И поэтому они благодарны за любую консультантскую помощь, чтобы человек им просто показывал, рассказывал, что это вот это, вот это, вот это. И они, если бы выбрали какой-то аромат, они прям такие постоянные клиенты. И у меня в телефоне они так и записаны. Там Александр Сол, там, да, Евгений Клад. То есть у меня как только скидка какая-то на аромат, я рассылку делаю, что вот сейчас опять скидка, вам нужно или не нужно. И обычно первый заказ у меня большой, потому что ароматы скидочные, сразу несколько штук у меня пробиваются, потому что клиенты реагируют. То есть это такая база, конечно, которая не собирается за один день, но потихонечку. Мы же в этой компании надолго, поэтому вот такой один из секретов продаж. Теперь я буду рассказывать по аромату, и я говорила о том, что ароматы у нас делятся по возрастам. Один из критериев – это по возрастам. И вот моноароматы, у них, конечно, разного возраста выбирают женщины и мужчины, но с самого начала предполагалось, что это будет линейка возрастная там 20-30 лет. Чем интересны моноароматы? Это аромат, который содержит одну ноту. Кто выбирает такие ароматы? Выбирают люди уверенные, не только уверенные в себе, но люди, которые находятся в состоянии баланса. То есть их не качает ни от каких сомнений, они вот знают, чего хотят, они свой путь видят очень четко, и поэтому разноплановость в ароматах им не нужна. Это первое. Второе. Моноароматы интересны людям, которые находятся в состоянии стресса, тоже такая категория подходит, и они как бы вот, когда слишком много запахов, их вот раздражает. И третье, для кого подходят моноароматы, для людей, которые выбирают несколько сразу, то есть на парфюмерном столике у них стоит сразу несколько моноароматов, и они сами создают композиции, нанося аромат прямо на кожу. Ну, то есть такие творческие люди. И в каталоге в 11-м нам представлены среди женских два, это Sensual Jasmine и Mysterial Ode, а у мужских Citrus Tonic. Sensual Jasmine – это аромат очень такой жизнерадостный, очень яркий, и вот именно за счет того, что он моноаромат, это прям яркий-яркий жасмин, то есть ощущение будет у вас, как будто жасминовый куст вот рядом находится, и вы вот вдыхаете этот аромат. Вот. А Mysterial Ode совершенно другой. Это удовая нота, она очень дорогая, моноаромат – это аромат одной ноты. То есть там нету букета, там нету тройного раскрытия, что вот вы сейчас так будете пахнуть, через 10 минут так, а потом там появятся ноты шлейфа. Вы на протяжении целого дня будете пахнуть жасмином, если выберете вот первый аромат, или вы будете пахнуть удом, если вы выберете второй аромат. То есть не будет никакого тройного раскрытия, не будет никакого изменения там восприятия вас. Вот. Mysterial Ode, удовая нота, которая там используется, она настолько дорогая, что в уважении к этой цене, в уважении к этой ноте, ее название всегда вносится в название самого аромата. И ароматы, которые получаются с нотой уды, они очень густые. То есть в отличие от жасмина, который вот такой вот прям как фонтанистый, разбрызгивающийся такой, то Mysterial Ode, он густой, он вот такой обтекаемый, он, конечно, очень стойкий, и он будет держаться, это вот реально он может держаться, три дня, неделю, на одежде точно неделю он будет держаться. И, конечно, это аромат не для юной блондинки, потому что он очень серьезный, он очень обволакивающий, и он очень соблазнительный, очень соблазнительный. Это аромат для более взрослой женщины, которая хочет подчеркнуть свою сексуальность. Цитрус Тоник – это мужчина, который много общается, который очень много двигается, ему приходится находить взаимопонимание, ну, как такая бюджетная цена у этого аромата, и сами флаконы подчеркивают, что их, в принципе, можно использовать для работы, то есть это такие, ну, больше немножко для карьеры, кроме Mysterial Ode, потому что он очень такой соблазнительный получается. Так. Ароматы, которые тоже больше к молодежным относятся, ну, может быть, возрастная линейка сдвигается к 40 годам, от 20 до 40 лет, это ароматы Friends World. Они идеально подойдут для работы и подойдут для встреч с друзьями, потому что вся эта тройка, она внушает окружающим, что вы расположены общаться, вы не пытаетесь казаться не тем, кто вы есть, вы цените, ну, как дружбу, вы цените хорошее отношение и готовы для этого, ну, что-то сделать. Не вызывает ревность, зависть, это тоже очень важно во время работы, и они являются такими менее сексуальными, с ними очень хорошо подчеркивать, что ты думаешь только о работе, что ты целеустремлен там, да, и вот тебе очень важны интересы окружающих, прям гораздо важнее, чем твои собственные. Ну, разница между Friends World, вот обычная и та, которая Tropical Sorbet, Tropical Sorbet, она такая более, ну, скажем, более южная, более фруктовая, более насыщенная такая, и очень интересный аромат, очень мне нравится, потому что, ну, я еще так делаю сама градацию, знаете, такой обнимательный, когда ты хочешь подчеркнуть, что все безопасно, все вокруг приятно, ты сама себя любишь, все хорошо, вот Tropical Sorbet удачно подойдет, и когда его слышишь, однозначно возникает, слушаешь, возникает картинка, да, когда не композиция, значит, возникает картинка, такая, знаете, пляж, пляж, цветут цветы, даже лужайка, и рядом смех друзей, вот он очень такой дружелюбный. Friends World Him, он уже мужской аромат, он такой свежий, он такой, ну, тоже дружелюбный получается, и мужчина, который выбирает вот этот аромат, это мужчина однозначно молодой, если про женский я сказала, до 40 лет, то Friends World, это 30-35 лет, вот мужчина чаще светлый, чаще светлый, потому что на смуглом аромате этот Friends World будет, ну, как бы, менее громко звучать, скажем так, а Friends World Him, вот у него интересная такая нота, которая нигде больше нет, это нота, цветок такой циния, кроме того, что персик и ваниль, и тоже такая дружелюбная картинка от этого аромата создается, и одновременно свежесть, не такая покоряющая морская, там, сбивающая с ног, а приятная свежесть летнего утра, я бы сказала. Венчи Би Йонт, это аромат переводится выйти за предел, и здесь, знаете, запредельно много мандарина, вот этот аромат выбирают молодые мужчины, прям, ну, мужчины там 15 лет, 20 лет, 25 лет, до 30 лет выбирают мужчины, и в нем, ну, конечно, не только мандарин, в нем есть пряности, в нем есть мята, что тоже хорошо подходит для молодых мужчин, и этот аромат позволяет, знаете, как-то подчеркнуть, подчеркнуть в себе, поднять немножко это свою, свою тягу к риску, причем в данном случае этот риск оправданный, то есть он немножко ограниченный, то есть хочется выйти за предел, но надо, чтобы этот предел был чем-то оправдан, вот такой девиз у этого аромата. Вообще само парфюмерное искусство, оно развивалось, потому что люди хотели производить разное впечатление. С ароматами есть такой фокус, есть такой момент, что аромат, любой парфюм, он проникает напрямую в лимбическую систему мозга, у нас мозг из трех частей состоит, из-за эмоций отвечает средняя часть лимбика, и оказывается, мы когда слушаем аромат, он проникает именно в эту часть, и он сразу у человека вызывает эмоцию. С ароматами есть такой момент, что ты не можешь от них закрыться, потому что тебе же надо брать воздух. Если нам что-то не нравится, мы можем закрыться, но от ароматов мы не можем закрыться, и эта информация проникает сразу в мозг. И за счет вот этой информации создается какое-то впечатление. Люди догадывались об этом с древних времен и стараются ароматы именно так использовать. Обычно мы не ошибаемся сами в выборе, то есть мы слушаем, и если нам не нравится, это значит не то, это не то совсем впечатление, которое сейчас мы хотим производить на окружающих. Какое, ну, то есть какие бы красивые слова не говорила по отношению к аромату, но если вам это не нравится, ну, значит, это расходится с вашей жизненной стратегией, как ни странно. Но мы, как профессионалы, да, должны понимать, что мы ароматами можем что-то регулировать, мы ароматами можем влиять на людей. Например, чтобы поднимать продажи, чтобы вот вы пришли к клиентам, и у вас побольше купили, очень важно, чтобы вот рядом был цитрус. Вот Venture Beyond, он, кстати говоря, такой хоть мужской аромат с мандарином, но он как раз-таки цитрусовый. Вплоть до того, что был такой совет, что когда в супермаркете еще где-то отделы, да, бутики, бутики одежды, желательно внутри, да, ну, если уж не разнести вот этот цитрусовый аромат, можно лимон нарезать. И тогда люди вот легче деньги отдают. Вот такое влияние. А влияние же не только такое может быть, да, то есть могут быть более серьезные цели, и поэтому у лидера, то есть у нас такая работа, то мы мастер-класс проводим, мы должны человеку любовь отдать, подарить. И, конечно, для этого мы должны показаться более мягкими, и показать вот такую сторону своей натуры. Когда планерку проводим, да, мы должны показать вот целью и стремленность, о том, как мы двигаемся вперед. И это такой более жесткий, получается, аромат, более четкий, да, с четкими границами. Поэтому однозначно, кто лидер, у такого человека должно быть прям несколько парфюмов на туалетном столике, прям целый парфюмерный гардероб. И точно так же, как вы выбираете одежду для какого-то случая, точно так же хорошо, когда будет выбираться аромат. Это, конечно, касается не только лидеров, но когда лидеры, это просто особенное требование. Ну, мы подошли к возрастной категории, это более взрослые люди, это женщины старше 30 лет. И у них уже более четкое требование к парфюмам, у них есть четкое понимание, что им нравится. И они, конечно, ищут ароматы, которые будут держаться подольше. То есть если уж люблю, да, то пусть со мной будет это как можно дольше. И я открываю эту категорию ароматом Люсия. Люсия – это бриллиантно в короне я называю Джордани Голд Эссенса, но Люсия – значит жемчужина в короне аромата Ферри Флейн. Любимица среди наших консультантов и среди наших клиентов. Первое сопровождение для Люсии, когда она только появилась в каталоге, это был такой запах снега и зелени. И вот я так и воспринимаю вот эту свежесть Люсии. Там, конечно, есть сирень, и люди слышат сирень, но для меня эта свежесть почти снежная свежесть. И что здорово, при такой свежести, на самом деле, когда свежие ароматы, очень тяжело добавить присадки, которые не портят свежесть, но позволяют аромату долго удержаться на коже. Потому что как только свежий аромат, да, это значит, ну, он такой воздушный, быстро будет уходить. Но с Люсией, у Люсии такой гармоничный букет, такая мастерская работа парфюмера, что при такой свежести она держится на коже очень-очень долго. Даже на смуглой коже, то есть это прям трёхметровый шлейф. Какое впечатление производит женщина, которая выбирает Люсия? Однозначно чистая в помыслах, то есть человек не хочет никому зла, но при этом целеустремлённая. То есть получается добродушная в душе, знает, чего хочет, знает, чего хочет, хочет всем добра, и при этом очень плотно двигается к цели. Вот такой аромат. Ну и, конечно, в самую жару, когда трёхметровый шлейф свежести, вы очень благоприятные впечатления будете оказывать на окружающих. Люди будут хотеть рядом с вами находиться. Поэтому эта Люсия остаётся любимицей нашей среди клиентов уже более 10 лет. Один из бестселлеров. Можно прям спокойно брать её на запас, и всегда-всегда будут на Люсию клиенты. Ещё один парфюм, который можно брать на запас, даже не знаю, как её назвать. Уже одна жемчужина в короне есть, но пусть это будет у нас с Рубином в короне, это Эклата Уикенд. По довольно хорошей цене в этом каталоге, поэтому обязательно нужно обратить на неё внимание. Люсия создавала Эклата Уикенд создавался как аромат для отдыха. У него название такое – Уикенд. Но у него оказался у этого аромата настолько гармоничный букет, в котором сочетается всё. Там есть и красная смородина, там есть и фрезия, там есть персик. И вот это настолько всё оказалось хорошо сбалансировано, что люди наши используют Эклата Уикенд и в пир, и в мир, и в добрые люди по любому случаю. И он получился такой обнимательный, он получился такой приятный очень абсолютно всем. Я сколько его тестировала, я не встречала людей, которым бы он полностью не нравился. Поэтому, когда мне просят аромат на подарок, я говорю, возьмите Эклата Уикенд. В 99% случаях он должен понравиться. Ну, если войдёт в самое сердце, то будет самым любимым ароматом. Но в любом случае, как бы, такого не будет, что его послушают и отставят, и не будут к нему возвращаться, потому что к Эклата Уикенду будут возвращаться всё время. И я советую поэтому всегда брать его, чтобы он дома всегда был, раз спросили, всегда есть, потому что его всегда спрашивают. Я люблю Котовы, где Эклата Уикенд, потому что, да, там всегда классные продажи. Эклата Мур, Эклата Жур – это новинки у нас, буквально недавние, новинки прошлого года. Да, это здорово, что ароматы парные, ароматы, за счёт которых мы можем подчеркнуть, что мы не случайно тут рядом стоим со своим мужчиной, да, если мы выберем именно эти ароматы. Ароматы сделали очень достойные. Они хорошо держатся, и они подчеркивают абсолютно разное. Эклата Амур получился у нас такой, там есть пудра и есть сладкие ноты. То есть он одновременно и пронзительный, и при этом по нему видно, что он предназначен для близких отношений. Такой аромат хорошо держится. Эклата Жур, он, с одной стороны, интеллигентный, интеллигентный и романтичный, влюбляет себя с первого взгляда, а с другой стороны он такой, как бы, вот, создаёт границу. То есть ты такого человека с эклата Жур, который не похлопаешь по плечу, там, как-то вот так вот, да, что немножко он будет на расстоянии. Очень хорошо подходят оба для работы, потому что они не кричащие, не яркие такие. То есть там не будет такого, что вы зайдёте с этим ароматом, и кто-то резко закроет нос и скажет, боже мой, что там такое, как это так. Да, потому что они звучат очень интеллигентно. И при этом довольно стойкие ароматы. Эклата Мон Парфа – это, конечно, бомба. Новинка прошлого года. Бомба, потому что, ну, во-первых, очень высокая концентрация этого аромата. А в этом каталоге этот аромат идёт в мини-исполнении, цена очень приемлемая. Можно взять на пробу этот самый аромат. Парфюмер, который создавал, Эклата Мон Парфа, Натали Лорсон, она работала с готовой нотой. Есть такой парфюмерный дом во Франции, Делер, называется, который взял такую стратегию, он не сырьё продаёт, он продаёт, как сказать, бывает, что такое, отдельно продают, да, масло розы, масло жасмины, и с них можно делать парфюмы. А парфюмерный дом Делер, он создаёт композиции, которые называются аккорды. То есть что входит в эту композицию, парфюмерный дом не говорит, это секрет. Но все знают, что когда ты её берёшь, в принципе, это законченный парфюм, это почти духи, и там всегда очень хорошее сырьё, то есть это однозначно будет хорошо держаться на коже. Но бывает, что компания покупает вот эту парфюмерную ноту, этот аккорд и дорабатывает, и тогда получается просто шедевр, бомбический шедевр. И вот так получился циклат Мон Парфа. Почему он дорогой? Потому что, да, там берётся нота готовая, покупается парфюмерного дома Делер. И Натали Лорсен, она эту ноту усовершенствовала. И аромат получился неотразимый. Она лёгкая, она неотразимая, она понимает собственную значимость, выбирающая клад Мон Парфа. Она очень воздушная, она очень, как сказать, интеллигентная. Он такой на уровне принцессы, что ли, аромат. Вот так получается. И звучание такое, что однозначно можно спутать. То есть, Арифлейм, Франция, непонятно по клад Мон Парфа. То есть, он такое впечатление серьёзно создаёт. И для того, чтобы закрепить это впечатление, конечно, сам флакон, он это подчёркивает. Сама коробка, сам флакон подчёркивает эксклюзивность этого аромата. А так как сейчас есть возможность взять что-то небольшое, походить с ним подольше. В этих небольших парфюмах 8 мл – это сумочные варианты. То есть, вы можете в сумочку бросить и спокойно в течение дня ходить и, пожалуйста, себе наносить, если хотите. Или там вспомнила, нанесла, дома не наносила. Вот эти мини-парфюмы, они этим хороши. Вот. И когда вы распробуете, когда вы поймёте, что это точно ваше, прям это замечательно держится на коже, а он держится на коже хорошо, то тогда в этом случае, ну, разгонитесь, возьмёте себе большой флакон. Он того стоит. Love Potion. Love Potion в этом каталоге 2 исполнения. Хорошая цена прям очень ниже, по-моему. Больше скидка идёт больше, чем 50%. Это Love Potion. Ну, и по другой цене у нас идёт Love Potion Secret. Конечно, они абсолютно разные. Я просто так их поставила на слайд, потому что флаконы похожие. По флакону вы можете понять, что это не просто парфюмы, да. Это прям приворотное зелье какие-то. Приворотное зелье. И, как бы, то есть необычность. Ну, Love Potion в этом аромате необычность в чём, да, что собрали все ноты, какие, возможно, афродизиаки. Тут и шоколад, тут у нас получается и какао, тут даже ром, даже ром. И это всё делает аромат Love Potion очень соблазнительным. Очень соблазнительным, но не дерзким. То есть он не будет такой кричащий-кричащий сексуальный. Он тоже такой обтекаемый, он тоже такой завораживающий-завораживающий. И с этим ароматом интересно что? Что когда его только дали, ну, только появился в каталоге, я по цвету парфюма, по флакону решила, что это будет аромат взрослых женщин. Думаю, ну, наверное, сам аромат такой, что ближе к 40 клиенты. Но оказалось, что его любят очень молодые. Очень молодые, то есть есть на него клиентки 20 там лет, 25 лет. Ну, то есть, да, видать, есть желание соблазнять, а аромат, он не настолько кричащий. Хотя он очень сексуальный именно за счёт нот. Вот именно там подчёркивается, что это афродизиаки. То есть это ноты, которые подчёркивают, оказывают влияние на других людей в плане соблазнения. Love Potion Secret абсолютно не такой. Там собрали ноты, всё белое. Белый шоколад, белые цветы. И когда слушаешь Love Potion Secret, возникает совершенно другая картинка. Что, возможно, дождь за окном, двое в одной комнате. Рядом кофе, капучино, белый зефир. И это вот такая нежность между двумя. Вот Love Potion Secret об этом говорит. Возможно, возможно, вас не двое в комнате, но у вас настроение, когда вы хотите подчеркнуть, что вы себя любите, вы к себе относитесь бережно, не ругаете себя ни за что, не критикуете. Вот когда такое настроение, когда такое состояние, Love Potion Secret, он как раз-таки это подчеркнёт и очень хорошо подойдёт. Иксайт. Иксайт. Вот это бриллиант в короне среди мужских ароматов. Очень шикарный аромат. То есть он сделан больше 10 лет назад. В нём и морские ноты, и дыня, и всё это вместе. Сам букет оказался настолько модный, настолько попал в тренд. Иксайт переводится, конечно, увлекать, но мне нравится перевод соблазнять. Мне кажется, все вокруг сейчас такое время как-то хотят соблазнять и влиять друг на друга именно в этом плане. И соблазнять, возбуждать ещё. Иксайт вот именно такое. Он нравится мужчинам от 25 до 50 лет. Хорошо садится на кожу, хорошо держится. А главное, звучит современно, звучит трендово и не уходит. Вот это не проходит уже больше 10 лет. Очень здорово, очень удачный аромат. И да, и то, что он удачный, и то, что он современный, модный, подчеркивает множество подделок. То есть, наверное, у вас это есть, у нас тоже это есть. Что бывает, что видишь продажи, но абсолютно не отличить. Точно такой же флакон, точно такая же коробочка. Но кто покупал из клиентов, говорят, держится очень плохо. Ну, чему я рада. Потому что серьёзная работа стоит за этим ароматом. Очень такой гармоничный букет. Вот за счёт чего получается, что аромат долго на линии и нравится другим людям. Потому что букет очень удачный. И эта серьёзная работа, конечно, должна быть высоко оценена. Ну, стоимость аромата такая. Старше, когда становится женщина, да, у неё меняется гормональный фон. И она, как сказать, меняется, становится более приглушённой. И в связи с этим она выбирает более такие яркие, более мощные, сказала бы я, ароматы, которые звучат более ярко, у которых более сильный шлейф. То есть это первый критерий. Второй из-за чего она выбирает более яркие ароматы. Потому что женщина постарше, она в себе очень уверена. Она уже прожила жизнь, знает себе цену, знает задачи, с которыми она справилась, себя за эти задачи уважает. И поэтому можете позволить очень явно, открыто влиять на окружающих. Поэтому ароматы с более длинным шлейфом и ароматы более яркие. И вот в этом каталоге, в 11-м, хорошая цена стоит на ароматы с линейки Sublime Nature. Эта линейка интересна тем, что тут особая технология была при обработке сырья и при создании этих ароматов. Сырьё обрабатывалось углекислым газом. Когда делается такая обработка, то результат такой, что получается аромат, который максимально приближен к природному. То есть люди, которые слушают ароматы с этой линейки, это то же самое, что в природе послушают Тобирозу и Тонковин. Для кого это важно, для кого это прям сразу зайдёт? Это для людей, которые находятся в диком стрессе. То есть у нас такое время, мне кажется, все в стрессе находятся. И для человека, который в стрессе находится, очень тяжело слушать какофонию искусственных запахов. То есть это ещё один стресс, ещё одна нагрузка на организм. И они ищут подсознательно, ищут натуральные запахи. И вот им можно предложить Тонкобин или Тобирозу. Они, конечно, абсолютно разные. Тонкобин, он не просто такой густой, сладкий. Это аромат, который содержит в себе бобы Тонка. А бобы Тонк используют в парфюмере, потому что они дают несколько кулинарных запахов. То есть там и ваниль, там получается и корица. Слышно с одного вот запаха бобов Тонка. И сразу же миндаль. Кулинарные запахи, опять же, выбирают люди, у которых снижена энергетика. То есть они за счёт кулинарных запахов свою энергоёмкость хотят поднять. Быть на какой-то безопасный уровень. Вот аромат им подойдёт. Конечно, будет звучать хорошо в прохладную погоду или в сезон, когда уже побольше дождей. Тогда он звучит, скажем так, прям гармонично. Потому что в жару, конечно, этот аромат очень густой и очень яркий. Гармонично ещё будет звучать даже в жару на такой смуглой коже. Потому что с ней он может подружиться, этот аромат Тонкобин. И давать такой приятный аромат с хорошим послевкусием на небольшой радиус. Тубероза абсолютно другая. Тубероза – это аромат, знаете, цветок туберозы. Обычно используют парфюмеры в парфюмах, когда хотят рассказать о любви. И тубероза выбирает люди, которые находятся в состоянии влюблённости. И, возможно, это состояние... Почему в тему? В тему. Пишите комментарии, это здорово. И Клату и Кент очень многим нравится. Да, что вот с разной степенью, как сказать, кому-то побольше, кому-то поменьше. А туберозу выбирают люди, которые в состоянии влюблённости настолько сильном находятся, что готовы прям про это кричать. Вполне возможно, это влюблённость самого себя. То есть это тоже оправдано. Он получается более тонкий. То есть шлейф такой же сильный, радиус распространения такой же сильный. Но сам аромат не как тонкобин такой, вот прям обволакивающий. Тонкобин как облако. А тубероза, она более такая собранная. Такая более, как сказать, как лазерный, что ли, направление получается у туберозы. И, конечно же, тонкобин по-своему обволакивает, подчёркивает любовь к самой себе. А тубероза по-своему там, она больше направлена на уже вовне, да, на того собеседника, который рядом. Энигма. Флакон Энигмы создавался дизайнерами, которые были вдохновлены языком пламени. То есть это срезанный язык пламени. Грани у этого флакона сделаны для того, чтобы подчеркнуть очень такой интересный, сложный характер его владелицы. Аромат Энигмы всегда выбирает женщина, которая уже за 40. А за 40, считают французы, это женщина, которой есть что скрывать. То есть она будет рассказывать вам свою жизнь, но всегда что-нибудь умолчит. Поэтому Энигма переводится тайно. И сам флакон, и цвет говорит о том, что мы говорим о темпераменте, мы говорим о соблазнении. Конечно же, аромат Энигмы именно такой. Там ноты Дурмана, ноты Жасминограсса и ноты Пачулей. Однозначно аромат соблазнения дает бесконечный длинный шлейф. Женщины, которые выбирают, они сознательно хотят, чтобы это был такой соблазняющий шлейф. Они знают, что у них спросят, что это за парфюм, и за ними будет идти долго. И вот это им нравится, что это аромат именно такой. Сигнейчин. Сигнейчи, что с ним хорошо, с этим ароматом, он относится к группе кожаных ароматов. Кожаные ароматы хорошо садятся на любую кожу, независимо от цвета, независимо от возраста, и звучат на ней и хорошо, и долго. Вот сигнейчи именно такой. В нем есть пряности. Пряности, если немножко дать время им разойтись, то эти пряности позволят вашим мыслям собраться, да, и ваше мышление станет более ясным. То есть люди, которые выбирают сигнейчи, там с одной стороны персик, который все это смягчает, а с другой стороны вот это пряности. Это люди, которые хотят, чтобы вот, ну, их мышление стало более ясным с одной стороны. С другой стороны, сам аромат, он подчеркивает солидность, он подчеркивает возраст, да, как бы, ну, что это ты, вот не такой, как бы там мальчишка только что, вот, усы у тебя появились, да, и ты начал их брить. Это аромат именно такой солидности, и при этом сигнейчи – это аромат, который подчеркивает индивидуальность. Мужчина, выбирающий сигнейчи – это мужчина, который, ну, внутри, он прям сильно не хочет быть, как все, он хочет отличаться. И вот такие люди, они выберут аромат сигнейчи. А его можно смело предлагать, потому что он на любой коже будет хорошо звучать. Ну, вот, бриллиант в короне ароматов «Арифлейм» в этом каталоге в мини-исполнении, то есть это парфюм 8 мл, сумочный вариант, бывает очень редко, крайне редко, и люди, которые любят «Жордани Голд Эссенса», клиентки, да, они часто его спрашивают, потому что, ну, большой флакон, себе в сумочку не положишь, а аромат такой, что с ним хочется постоянно находиться рядом. Там аромат, конечно, покоряющий, соблазняющий. И это произошло потому, что там используется особая нота флор-доранжа, которая получена по особой технологии. Да, сам парфюмер Фабрис Перегрин, который создавал этот аромат, он большое внимание уделил производству сырья. Так бывает очень редко, так бывает только при производстве нишевых парфюмов, очень дорогих. Нишевые парфюмы продаются по цене, ну, как бы, чугунного моста, очень дорого. Вот потому что парфюмеры, создавая их, они участвуют вот от сырья до бутылочки. И вот так у нас получилось Джордани Голд Эссенса, когда парфюмер следил за производством сырья, там большое давление при создании этого парфюмерного масла. И за счет всего этого получился парфюм, в котором большой процент натуральности. То есть, с одной стороны, да, нота флор-доранжа, там еще букет, но при этом все в такой высокой концентрации натуральности, что Джордани Голд Эссенса садится на любую кожу. Вот это сколько ни тестировали, от маленьких девочек до 70 лет. До 70 лет женщина нравится абсолютно всем. Джордани Голд Эссенса нравится абсолютно всем и сидит хорошо на любой коже. Звучит хорошо, дает прекрасный шлейф, дает, ну, вот это звучание, интересные ноты, прям покоряющие парфюм. Поэтому я его называю бриллиант в короне ароматов Арифлейм. Сам флакон, который большой, он шикарно оформленный, шикарная коробка. Видно, что вот эксклюзивный аромат. Но сейчас мини-исполнение и повод, да, купить себе и протестировать, действительно ли он будет вот так шикарно держаться. Ну, так оно и есть. И у него очень приятное звучание. Для меня это еще аромат радости. Флор-доранж – это цветы апельсина. Апельсин, вот сами ноты, они дают вот это ощущение, что счастье близко, счастье рядом. И поэтому однозначно подойдет абсолютно всем. Тем, кто в стрессе, кто тем, кто унывает, кто не видит света в конце тоннеля. Вот Giordani Gold Essence, он замечательно подходит. Возможно, поэтому и любим. То есть не только потому, что держится хорошо, а потому что вот он вызывает такое радостное настроение. Отличный аромат прям. Да, можно прям запасом брать. Амбар эликсир. Густой, тягучий такой. Однозначно не подойдет для жары, потому что звучит слишком густо, да. Но хорошо подойдет в паспорную или дожелевую погоду. Аромат для женщин, которые стремятся к стабильности, которые стремятся к покою, хотят побыть в своих мыслях. Да, и, конечно же, да, этим женщинам важно нравиться окружающим. Амбар эликсир именно такой. Не подойдет юным совсем, опять же, блондинестым таким прям совсем юным блондинкам, потому что будет такой диссонанс между вот такой фигуркой, где пышное облако волос светлых, да, и вот этим серьезным солидным ароматом. Но кто постарше, да, и кто вот стремится к этой стабильности, к спокойствию такому, уравновешенности внутри, вот амбар эликсир, амбар эликсир замечательно подойдет. Создавался этот аромат, парфюмеры были вдохновлены янтарем. И тут флакон, цвет флакона, да, и сам аромат, как будто, ну, хотели, это была такая фантазия, чем же пах янтарь, если бы у него был бы запах. Вот амбар эликсир, вот это вот такая фантазия на эту тему. И, да, сам цвет янтаря, это видно, что теплый камень, это видно, что он же еще и лечебный, да, щитовидки его носят. И вот амбар эликсир – это лечебный аромат в том плане, что он закрывает какие-то душевные раны. Все равно человека гармонизирует и приводит к спокойствию. Элитные ароматы – после The Secret для женщин и после The Secret для мужчин. После The Secret для мужчин готовы петь ему прям длинную такую оду, в нем используется нота, получается, молекулы. То есть одно время был такой ажиотаж, в муду вошли ароматы молекулы, все знали, что он ничем не пахнет, это особенность такая была. И когда наносишь на кожу, он подчеркивает твой личный запах. И абсолютно по-разному вот он пах на коже. Вот в После The Secret тоже используется молекула, молекула как раз-таки льда. То есть попробуй, придумай, покажи запах льда. Вот в После The Secret именно такой. Символика аромата – это скандинавский бог Тор, который всесильный, который всемогущий. И вот аромат После The Secret, он, когда его слушаешь, ты прям представляешь эту мощь, потому что свежесть, она прям сбивающая с ног. Но она не резкая свежесть, она свежесть такая интеллигентная, очень интересная. И когда вы его нанесете на кожу, то мужчина однозначно почувствует себя, ну, я не знаю, в каком он статусе, но однозначно статусом выше будет чувствовать. И аромат работает именно так, он как будто переводит на новые уровни. То есть потому что, опять же, свежесть – это то, что привлекает к нам окружающих, это то, что позволяет нам быть более успешным в общении. А После The Secret Woman – это аромат, в котором вы однозначно услышите зеленое яблоко. То есть аромат этот насыщенный, он дает такой, скажем так, ну, не сказать, что бесконечный шлейф, ну, хороший шлейф у него получается. И за счет ноты зеленого яблока, то он такой вызывает согласие у многих, не вызывает противоречия, что вот как бы слишком густой или там слишком яркий. Зеленое яблоко примеряет многих. А парфюмеры создавали этот аромат, вдохновившись легендой о золотых яблоках. Именно поэтому яблоко там слышно. Золотые молодильные яблоки позволяли богам быть молодыми вечно, да, жить вечно и быть молодыми. И после The Secret, ну, примерно как-то вот в эту сторону, да, что когда его слушаешь, ну, вдохновляешься этим ароматом, чувствуешь себя воодушевленной, чувствуешь себя такой жизнерадостной. Аромат именно такой. Ну, для кого-то он такой, ну, будет соблазнительный, потому что, конечно, создавался он именно для соблазнения. Шлейфы довольно большие, поэтому на работе возможно, если у вас там тесное помещение, то не надо много-много наносить. Одного пшика будет достаточно. И Soul Focus. Люблю аромат Soul, потому что, люблю предлагать мужчинам, потому что у него очень говорящее название. Можно перевести «душа», но мне нравится название «дух». То есть я всегда говорю, что это аромат для мужчин с сильным духом. И как-то сразу так раз, и клиенты так плечи расправляют. Мужчина не многословный, мужчина, который много не говорит, но он знает, куда он идёт, и он как бы, вот его уверенность, она такая покоряет. И рядом с ним всегда люди, всегда, ну, как бы этот человек Soul Focus нравится женщинам, нравится женщинам. И в нём много свежих нот, он хорошо подойдёт на лето, и это тоже к нему притягивает людей. Так, я как-то очень оперативно рассказала быстро-быстро про ароматы, которые в нашем каталоге. Если у вас есть вопросы какие-то, пожалуйста, пишите, я, может быть, что-то добавлю. А пока я буду говорить вот о чём. Что мы создаём ароматы, компания «Рифлейм» создаёт ароматы, вдохновлённые культурой Швеции. Поэтому люди, которые говорят о том, что у вас там всё похоже, они на самом деле, как будто, недалеки от истины. У нас в том плане похоже, что за нашими ароматами стоит одна страна, страна Швеция. Но образ «Рифлейм» уникален, то есть это необычная компания, и такая, не то что девиз аромата, но направленность «Рифлейм» и направленность самой страны Швеции, что там принимается многообразие. Люди принимаются любыми, какими они есть. И поэтому «Рифлейм» создаёт очень разнообразную коллекцию парфюмов, чтобы каждый человек мог смело выразить себя. Потом компания предлагает парфюм очень глобально по всему миру. Вы знаете, мы работаем больше, чем в 60 странах. У нас одинаковые каталоги. И именно в связи с этим так получается, что, например, мне бы хотелось, чтобы у нас было как можно больше свежих парфюмов. Хорошо, одиннадцатый каталог такой, что там как-то этого побольше. Потому что у нас часто жарко, мы хотим охладиться, мы хотим, чтобы нам хотя бы аромат напоминал о прохладе, о ветре, о воде. Но у нас очень много появляется других парфюмов, которые как бы менее востребованы клиентами. Это происходит потому, что компания работает в 60 странах, везде, ну, как бы разная мода, везде разные привычки, везде разные традиции. И именно поэтому, да, вот коллекция именно такая. Теперь ароматы создаются в сотрудничестве с лучшими парфюмерами. И ежегодно в мире, это вот была цифра тысячи ароматов, на самом деле вот уже полторы тысячи, да, создаются очень много парфюмов. И каждый парфюм, вы уже поняли, это же информация. И люди так устроены, да, что они в этом огромном объеме информации, они путаются. Иногда от нее закрывается. И парфюмы становятся известными благодаря бренду, рекламе. Но самая мощная, самая такая широкая дорога, это благодаря нам с вами. Потому что люди, запутавшись в этом объеме информации, они могут ее четко получить именно от консультанта. Потому что если вы будете об этом говорить, вы будете об этом рассказывать, то ваши клиенты об этом узнают. О том, что у нас появилась новинка или о том, что у нас интересная акция, люди узнают от вас. Просто так, да, просто так они об этом не узнают. Информации много, люди закрываются от этой информации. В отрасли парфюмерии есть только один способ создания аромата. Все компании создают ароматы одним способом. Сотрудничают практически с одними парфюмерами. Если вы откроете там каталоги других компаний, вы удивитесь, потому что парфюмеры, да, они как бы и там посотрудничали, там посотрудничали. Так бывает. Сырье одинаковое, парфюмеры одинаковые. Даже более того, что заводов, которые производят парфюм, их на самом деле не так много, а производство дорогое. И обычно компании не создают свой парфюмерный завод. Это как бы не, ну, как сказать, не окупится, да, экономически нецелесообразно. Обычно все компании обращаются в тот же ГРАС, там, в три завода, и они, ну, размещают заказ, там, сколько-то он выполняется, там, две недели, там, месяц. Потом этот заказ забирается, и все, на эту линию встает другая компания. Это к тому, что цена аромата не зависит от того, как бы, вот нельзя сказать, что на цену аромата влияет, там, сырье, там, влияет имя парфюмеры, там, или влияет, как его создавали. Создавали одинаково. Цена аромата очень сильно зависит от его креативности, то есть от того, какие там оригинальные идеи, что там необычного такого. Вот на это влияет цена. А сама стоимость аромата никогда не равна стоимости сырья. То есть если вы видите аромат за какие-то огромные деньги, это не значит, что там было какое-то прям супердорогое сырье. Это Бернар Ролина нам объяснял, что, понимаете, говорит, политика компании «Рифлейм» это возможности для всех. И для того, чтобы аромат, скажем, доступен среднему классу, обычно на него ориентируется компания «Рифлейм», то делается очень много. Нам даже сказали, вроде что берется в учет зарплаты учительницы. То есть как бы вот эта категория должна позволять себе покупать вот эту продукцию, на них ориентируется. И для того, чтобы это было возможно, для того, чтобы учительница купила себе, создала себе парфюмерный гардероб из пяти или десяти ароматов, для этого делается вот что. Ну, во-первых, вы знаете, у нас нет такой мощной рекламы, чтобы по телевизору она шла. Там нету очень крайне редко звезды какие-то голливудские в рекламе, которым нужно миллионы платить. Это очень редко бывает. Оказывается, важный момент, у нас более тонкое стекло в наших бутылках. Пока не сказали, я это не замечала. Толстое стекло делается на ароматах, которые прямо вот с самого начала, как элитные заявлены. Это Eclat Man Parfum, Giordani Gold Essence. Парадайз был. Так, а в основном идет тонкое стекло, и это в масштабах компаний серьезная экономия. Потом коробочки, коробочки по сравнению с французскими, у нас гораздо меньше картона. То есть внутреннего картона, да, тут золотого тиснения нет. Это все-все влияет на то, чтобы аромат был, ну, по более такой бюджетной цене. Оно, качество, содержимое самого аромата, то, что в бутылочке находится, вот качество точно такое, как у известного бренда. Вот ваши клиенты должны об этом знать, об этом надо рассказывать. Эксайд Форс. Эксайд Голубой, который вот я сегодня про него говорила, он как бы был на линии лет 10, да, и после этого появился Эксайд Форс и лицо аромата Дима Билан. Мои клиенты не любят этого певца, как бы, но я их успокаиваю, говорю, что это у нас написано обои Дима Билан, но в Португалии это просто Эксайд, это просто Эксайд. Ну, вот как бы вот так. Вот, но Эксайд Форс, Дима Билан сказал, что, говорит, я стал старше, и как бы, ну, внутри же что-то меняется, да, и вот более, ну, как бы я захотел другой аромат. И действительно Эксайд Форс, его слушаешь, он более жесткий идет вначале, чем голубой Эксайд, то есть более жесткое звучание, но, как бы, сердце аромата такое же, как у голубого, то есть там идет вот это хорошее раскрытие, хорошо держится на коже, приятное звучание получается, и мои клиенты, очень многие так спокойненько перешли, как бы вот те, которые постарше тоже стали, они спокойно перешли на Эксайд Форс. Поэтому аромат очень достойный, в прошлом каталоге была такая цена, которая, я называю, ниже Плинтуса, ну, прям хорошая цена была. Вместо синего фломбаянта, вместо синего фломбаянта попробовать все Эклад Стайл, ну, Эклад Стайл, вряд ли, так, Эклад Луи, Эклад Тужур, просто дать на пробу, потому что, когда один в один, ну, то есть новый аромат появляется, тем более, когда название поменяли, это не один в один, но вы можете подобрать по нотам. Кстати, когда снимается аромат, а вы там сильно влюблены, и вам нужно именно это, то вы можете подбирать аромат по форме и по цвету, по форме флакона и по цвету туалетной воды. Первую прикидку, ну, то есть, чтобы вам не нюхать все 40 штук, там, 50 штук, сколько у нас есть, вот, вы постарайтесь взять вот этого цвета. Ну, пробники там, ароматы, ну, пробники по фломбаянту, он тоже интересный был. Мы говорим, фломбаян синий, да, он был интересный, он в пробнике не отражался хорошо, у него звучание потом вот было такое необычное. Поэтому, да, вот голубые парфюмы, мужские, вот, Eclat Style, Eclat Louis, Eclat Tujo, надо будет дать послушать клиенту, чтобы прям нанес человек и вот послевкусие услышал. Один в один не найдете, ну, может быть, что-то похожее по характеру. Так, ну, и я сегодня постаралась так, это за час рассказать об ароматах, которые у нас есть в каталоге, но этой темой я занимаюсь так глубоко и серьезно, и я подготовила курс аромата Reflame, который я вот, ну, предлагаю. То есть он у меня запуск будет в следующий понедельник. Если хотите, можете подключиться. Этот курс содержит 4 темы. Это история парфюмерии, классификация, обзор ароматов, создание видео для соцсетей. То есть 4 таких будет, ну, вебинара. Я прямые эфиры в Инстаграм, часовые они идут. И если вам хочется в этой теме разбираться профессионально, мы разбираем именно ароматы Reflame. Курс платный. Я, честно сказать, не посмотрела курс сумма. У нас в Казахстане 3000 тенге. То есть эта сумма небольшая, но как бы есть для того, чтобы вы как можно серьезно и отнеслись к обучению. Вот. И в конце курса методичка. Методичка в подарок, где я рассказываю ароматы. То, что я рассказываю об ароматах, в каких-то виде приведено. Вот эта методичка дает подарок. Что вам интересно, то, пожалуйста, пишите на WhatsApp, вот я телефон указала, или пишите, пишите директ в Инстаграм. В Инстаграме вот я специально указывала свой аккаунт, потому что при выходе нового парфюма я обычно делаю обзор. То есть минутные обзоры, которые тоже, кстати говоря, использую для работы с клиентами. То есть у меня в статусах WhatsApp всегда какой-то обзор, ну, какой-то аромат освещается. И это работает на продаже тоже. А, ну, 500-600 сон потом точно посчитаем. Ну, кто захочет, пожалуйста. Все, я закончила. Спасибо большое, Лилия. Ну, хотим мы этого или нет, мы все равно начали думать творчески уже. Все-таки правильно говорят, что ароматы, парфюмерия – это отдельный мир, это сказочный мир, где нужны мысли творческие, где нужно подбирать вот в таком вот плане, как-то рассказали. Имя у вас цветочное, Лилия. Мне кажется, это всего лично, да? Вот с нашей темой ароматы. Спасибо вам большое. Выглядите вы прекрасно. Мы сидели, любовались. Очень много комментариев. И в личку мне писали, спрашивали, повторим мы это или нет. Ну, я могу сказать, что давайте посмотрим на 11-й каталог, да, какие у нас... Да, будут ли продажи парфюмеров? Насколько это было все инъективно. Возможно, мы повторим, возможно, в прямом эфире. Мы еще посмотрим на время, Лилия, да? А пока вы можете пойти на курс аромата «Эрифлейн», да, где вы уже подробно... Те, кто хочет, прям серьезно. То есть, в принципе, информации достаточно, как бы вот для человека вот по 11-му каталогу считаю, что есть уже что сказать клиентам. Да. Спасибо вам большое. Мы вас благодарим. Желаем вам здоровья. И ждем с вами еще встречи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что ж, уважаемые партнеры, я думаю, был очень такой интересный вебинар, да. Я сама слушала зато из дыхания. Вы можете подготовить свои вопросы, да, задаватели ли вы видите ее инстаграм-страничку, подписывайтесь, спрашивайте, интересуйтесь. И я вам желаю отличного дня, желаю вам здоровья, конечно же, и удачного каталога. До новых встреч. Запись обязательно будет.